Всем привет! Вы на канале Процветок. С вами я, Пашкевич Анна. И в этом видео мы обсуждаем такую тему, что еще следует посеять в июне месяце. Июнь является первым летним месяцем и далеко не концом посевного сезона. Поэтому первая культура, о которых мы говорим в этом видео, это тыквенная культура. Огурцы, патиссоны, кабачки и даже тыквы. Любые тыквенные культуры, как вы знаете, являются теплолюбивыми. И когда мы кладем семена наших растений в теплый прогретый грунт, то тогда они и быстро всходят, и хорошо, дружно развиваются и активно плодоносят. Если мы будем говорить про тыквы, то в случае прямого сева, то есть внесением семян в почву, необходимо остановиться на ранних и средне-ранних сортах и гибридах, поскольку средне-поздние и поздние сорта гибрида, к сожалению, не успеют вызреть до наступления морозов. Вторая группа культур, которую можно и нужно высевать в июне месяце на протяжении всего месяца, это бобовые культуры, это и бобы, и горох, и фасоль овощная или спаржевая. Они будут хорошо расти и разбиваться, особенно спаржевая фасоль, и однозначно мы будем получать свежий, сочный, хороший урожай. Третья группа овощных культур, на которых мы остановимся в июне месяце, это столовая корнеплода, борщевая группа, это морковь и свекла. Кстати, свекла является одной из теплолюбивых, самой теплолюбивой культурой из группы корнеплодов. Поэтому высевая и морковь, и свекла мы будем получать более равномерные, более дружные всходы и, соответственно, более интенсивное развитие урожая. Если мы будем говорить о таких корнеплодах, как редька, редис, дайкон, турнепс, репа, брюква и другие корнеплоды крестоцветные, то, к сожалению, они будут склонны к цветушности или к образованию цветочной стрелки. Поскольку это все культура длинного дня, а июнь, как мы знаем, является тем месяцем, когда солнце постепенно растет и достигает своего пика. Поэтому высев корнеплоды в крестоцветные группы, необходимо перенести на вторую половину лета. Но если вы большой любитель редиски, то тогда можно подобрать нестрелкующиеся сорта или гибриды и даже можно прибегнуть к такому агротехническому приему, как затенение посевов редиски для того, чтобы меньшее количество света поступало на развивающиеся корнеплоды и у них было меньше шансов приступить к репродуктивной или к цветущей фазе развития. Также в июне хорошо посеять зеленые овощи или листовые овощи. Это может быть укроп, петрушка, салат, кресолат, кориандр и даже базилик. Но имейте в виду, что есть более тенелюбивые зеленые культуры, к которым, например, относятся петрушка или шпинат. Если мы будем, например, петрушку или салат, или тот же шпинат высевать на более солнечно-освещенные участки, то есть вероятность, что они с особым удовольствием перейдут также к цветению. Также под июньским солнцем к цветению склонны переходить такие капустные культуры, как, например, листовая капуста пекинская или листовая капуста пакчой. Поэтому, если мы выращиваем листовые капусты, то необходимо предусмотреть более теневые участки на территории вашего огорода. Что же касается капусты качанного типа, цветная капуста, брюссельская, брокколи, кальраби, то они все будут хорошо расти и развиваться, независимо от условий освещения, при условии, что вы их высадите в открытый грунт в стадии рассады. Заканчивая это видео, хочется напомнить, что и картофель, который мы высаживаем в июне месяце, будет хорошо сходить, расти и развиваться, и порадует вас хорошим урожаем. Оставайтесь на канале про цветок, не забывайте про подписки и лайки. До новых встреч!